Калькулятор? Какой еще калькулятор? Не знаю никакого калькулятора. Что такое калькулятор? Не знаю. Хорошо тебе, Федор. Уроки делать не надо. Конечно, хорошо. Но я же маленький. Какая может быть домашка? Ты что? Вот сколько тебе больше лет? Семь. Скоро восемь. А ты как будто не знаешь. Еще нет. Вот, а мне всего два года. Какая может быть домашка в два года, Гош? Ну ты что? Вот и говорю тебе, не надо домашку делать. Она такая сложная. Сложная? Ты не можешь ее сделать? Так давай я тебе помогу, Гош. Ой, Федор, не смеши. Что ты там поможешь? Я во втором классе. Ой, Гоша, во втором классе ты сказал, как будто в институте учишься. Давай говори, что тебе помочь. Я сейчас быстренько разберусь с твоей домашкой. Я же тот еще взрослый. Так вот, слушай. У папы было пять конфет. Две конфеты он съел. Сколько осталось? Боже, и все. Это такая задача. Сколько конфет у папы осталось? Ни одной конфеты у папы не осталось, потому что остальные конфеты съел я. Вот так вот. Что тут решать легко и просто давай следующую задачу. Ах ты, Федор, хитрец. Ладно, слушай следующее. На березе было пять яблок. Два яблока. Три яблока упали. Сколько яблок осталось на березе? Ха-ха-ха, Гоша, сколько яблок осталось на березе? Ни одного не осталось, потому что потом подул ветер и еще остальные яблоки упали. Правильно? Нет, Федор, неправильно. Как неправильно? Не может быть, я все правильно посчитал. Почему это неправильно? Неправильно, Федор, потому что ты должен знать, что на березе яблоки не растут. Точно. Ух ты, Гоша, хитрец, обхитрил меня. Ладно, давай мне тогда следующую задачу, ну или пример какой сложный, я все решу. Ладно, пошутили и хватит. Теперь помоги мне с примерами. Сколько будет? 8 плюс 9. 8 плюс 9, 8 плюс 9, сейчас подумаю, 17 будет, правильно? Правильно. А сколько будет 9 плюс 9? А 9 плюс 9 будет, сейчас подумаю, 18 будет, правильно? Ничего себе, маленький гений. Еще осталось 2 столбика. 15 минус 9 равно? 15 минус 9 равно? Сейчас я подумал хорошенько, это посложнее будет. Сейчас. Будет 6, правильно. Да, Гоша, 6? Да, Федор, 6. Давай следующий, очень сложный. 16 минус 9. Правильно. 16 минус 9, Гоша, да это же вообще легкотня, будет 7. Записывай скорее. 16 минус 9 будет 7. Федор, да чего ж ты раньше не додумался с тобой делать уроки? Ну, откуда я знаю, Гоша, чего ты меня не просил раньше помогать? Я бы тебе помог. Ладно, Федор, тогда последний пример реши и будем русский делать. 18 минус 9 равно... 18 минус 9. Ой, вообще легкотня. 18 минус 9, 18 минус 9 получается 9. Записывай, Гоша, 9. Хорошо, Федор, спасибо. А сейчас русский язык. Гоша, русский язык? А что такое русский язык? Я только цифры умею на кальций. Федор, это что там у тебя упало? Калькулятор? Нет, какой еще калькулятор? Калькулятор? Какой еще калькулятор? Не знаю никакого калькулятора. Что такое калькулятор? Не знаю. Знаю только меня. Так вот же у тебя калькулятор на парте лежит. Что ты дуришь мне голову? Все понятно, как ты в уме считал. Гений. Конечно, Гоша, я гений. А ты что, 2 года умел на калькуляторе считать? Я думаю, нет. Поэтому я гений. Если что, обращайся, помогу. А вот с русским языком Соню проси помочь. Эти дела на калькуляторе не решаются. Все, ребятушки, всем пока-пока. Вы были на канале Федором и Эмбером. Подписываемся, ставим лайки. Много-много лайков. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Инстаграм, ссылочки в описании. Всем пока-пока. Считайте на калькуляторе, а лучше в голове. Всем привет, ребята. Вы на канале Эмбером и Федором. Вот думаю, купить себе новый автомобиль. Решил присмотреть. Как вам этот скутерок? Сиденье хорошее. Сейчас посмотрю. Ну, этот скутерочек мне точно нравится. Его бы я на свою машинку поменял. Хотя, какой-то он большой. А может, тракторчик себе купить? Что-то я растерялся. Так. О, вот это мне нравится. Даже рулить не надо. Сяду в прицеп и поеду. Отличный вариант. А вам как? О, класс. Просто супер. Что мне на моей маленькой зелененькой ездить? Тут вот какой агрегат. Обалденная вещь. Ребята, ставим лайки. Смотрите, какой автомобиль. Или это какая-то прицепная тележка? Ох, как здорово. А что тут написано? Смотрите. Перевозка людей запрещена. Это что, мне нельзя тут ездить? А я же не люди, я же мальчик маленький. Детей, наверное, можно. Людей нельзя. А детей можно. Надо, значит, брать. Так, вот еще одна машина. Но до руля я тут не дотягиваюсь. Великовато для меня эта машина. Так, а двигатель тут хороший. Может, все-таки этот взять? Так, ну как он тут заводится? Да что это за машины такие, которые так надо сложно заводить? Не знаю, моя лучшая. Поеду я лучше на своей машинке покатаюсь. А то что мне эти тачки? Там нормально, сел за руль и рулишь. А то прицеп какой-то, скутер, с которого упасть можно. Ну их, лучше своей машинке. Не может и быть. О, что я вижу? Федор ушел куда-то, а машинку оставил. Так, это уже интересненько. Давно хотела прокатиться на машинке сама, а Федор все время не разрешал. Вот и появилась такая возможность. Ура, 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 ура. Отлично. Креселка как раз мне в пору. Надо пристегнуться. Так, отлично. Пристегнулась. Ну что, где тут газ, где тут тормоз? Отлично. Угадала, завелась машинка. Ну что, поехали, ребятушки, попробуем гонять. Так, а дверь-то закрыта. Надо отстегиваться и открывать дверь. А вообще-то я знаю волшебные слова. Вы знаете, ребята? Сим-Сим, откройся. Ух ты, получилось. Поеду на улицу, сгоняю. Ой, наконец-то я дома. Не понял. А где моя машина? Где моя машина? Она же была здесь. Она что, пропала? Где моя машина? Папа, мама, братики, Соня. Где моя машина? Маруся? Маруся, ты где? Надо звонить в милицию. Срочно. Сейчас доем и буду звонить в милицию. Алло, здравствуйте. Милиция? Здравствуйте, милиция. Милиция, у меня угнали машину. Угнали мою машину. Помогите. Что вы говорите? Смотрел ли я во дворе? Нет, не смотрел. Сейчас пойду во двор, поищу машину сам. Ну вы подъезжайте, подъезжайте. Я вас буду ждать. Ой, такая салатовая, красивая машина. Да, пришел домой или нету? Помогите, пожалуйста, найти мою машину. Пойду во дворе посмотрю. Может, кто-то взял покататься из друзей? Спасибо, до свидания. Сказали, помогут. Пойду во двор посмотрю. Может быть, там кто-то катается. Может, братики взяли покататься? Так, ну что, надо ехать на поиски моего автомобиля? Милицию позвонил, заявил. Теперь надо искать? Ума не приложу, где он может быть? Кому он понадобился моим автомобилем? Обидно прям как-то стоял дома. Никому не нужен был. А тут угнали. Угнали мою машину. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А может, машина обиделась, что я поехал за новой? Не, машинки не обижаются. Просто, видимо, кто-то ее решил прикарманить. Машинка! Ау! Ау! Машинка! Вы не видели мою машинку? А вы не видели мою машинку? Такая салатовенькая, красивенькая, яркенькая. Очень красивая машинка. Вы не видели мою машинку? Я буду плакать. Никто не видел мой автомобиль. Что же мне делать? Надо пойти побегать поискать. И там нету. И там нету. Машинка! Ты где? Машинка! Кажется, Федор меня увидел. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что же делать? Что же делать? Сейчас он меня наругает. Маруся! Маруся, это ты на моей машине уехала? Маруся, я так волновался. Думал, машину угнали. А это ты на моей машине уехала? Ну ты даешь, Маруся. Я вообще расстроился. Хорошо, что я тебя нашел. Эх, Маруся, Маруся. Без разрешения взяла мою машину. А я так волновался. Я уже даже в милицию звонил. А это, оказывается, ты взяла машинку. Не могла меня попросить? Ах, Маруся, Маруся. Давай вместе покатаемся. Двигайся, давай.